Кевирян Пашинян фактически сдает позиции, а Симонян. События последних дней показали, что внутри власти, как говорят русские, есть бунт на корабле. Думаю, происходящее чисто внутри политический вопрос, и мировые игроки не имеют никакого отношения к этому. Это был ожидаемый процесс, и мы видим очевидный кризис внутри правительства. Об этом я говорил целый год, что смена власти в Армении может произойти не на улице, а внутри правящей элита. Как передает Аксар. Эйзи, об этом заявил армянский политолог Аргишти Кевирян. Сейчас в армянских реалиях тот Демарш Алена Симоняна, выложившего в Facebook фото в поддержку брата, показывает, что это не демократическая и не авторитарная страна, а просто балаган и бардак. На самом деле Симонян своим этим поступком пытается подставить никого. А эту силу и политический ресурс он получает от бывших, так как вероятно, что он считает себя в определенном смысле мостом с бывшими. Одним из мостов. Помимо этого, фактор Алена Симоняна самый важный, с точки зрения того, что Армения парламентская страна. Потому что Никол Пашинян является главой исполнительной власти, а Ален Симонян главой законодательной власти. В таком случае мы фактически имеем дело с глубоким кризисом между руководителями исполнительной и законодательной власти. И если в таких парламентских странах как наши эти кризисы не найдут решения, они способны обрушить всю систему. И логичное решение тут только одно, кто-то должен пойти в отставку, а если этого не произойдет, то есть ситуация будет оставаться в таком состоянии, то эти трещины во власти еще больше углубятся. Может получится так, что люди внутри правительства увидят, что есть другой центр в лице Алены Симоняна, и могут пойти против Пашиняна, и остаться на своих должностях. Это просто аксиома. До сих пор, храня молчание и не имея возможности решить процесс создания параллельных центров внутри своего правительства, Пашинян фактически сдает свои позиции. Проблема в том, что за 30 лет в Армении не сформировалось политическое поле, а были созданы банды, раньше были банды, и сейчас есть банды. Поэтому они руководствуются бандитскими законами, заявил политолог.